все таблицы спецификации это также является видом в ревите и они заполняются автоматически то есть создать какую-нибудь таблицу в которую будете вручную что-то вносить такого сделать нельзя к сожалению посмотрим мы это на примере совсем простеньком нарисуем некое здание с несколькими помещениями расставим здесь обычные столы на них на их примере мы и ознакомимся с тем как работает у нас таблица у нас есть несколько типов столов они стоят в разных помещениях где-то будут столы одного типа где-то будут столы нескольких типов столы одного типа столы еще одного типа далее мы переходим во вкладку вид чтобы создать видом и спецификации потому что сейчас у нас диспетчере проектов их нет выбираем видом и спецификации это основной инструмент для подсчета чего-либо кроме материал материалы считаются отдельно здесь перечислены необходимые нам данные но только сейчас по архитектуре остальные отключены стадия новая конструкция так как у нас с вами новое можно было конечно разделить по стадиям и так есть общий список того что мы можем внести нашу таблицу выбираем маркировка маркировка типа и тип маркировка типа размер маркировка это просто порядковый номер элемента маркировка типа это марка допустим там с 1 там или там о 1 окно одно и так далее и добавляем количество и комментарий комментарий это у нас по сути примечания также можно создать собственно столбец на основе каких-то формул то есть вы можете несколько своих параметров может там соединить там что угодно написать разделить на 2 умножить на 38 получите свое значение думаю каждый для себя это определить самостоятельно мы получили собственно некую таблицу нажимаем ok с таблицей можно работать не обязательно включим план таблицу рядом чтобы было все видно не обязательно вам что-то выделять вы можете многие данные произвести внутри таблицы то есть если вы что-то будете в таблице выделять или добавлять или копировать носим путь скопироваться если вы будете менять таблицей вас будет меняться в плане то есть и сейчас мы маркировки здесь проставим там 1 2 3 они присвоятся к самим объектом виде как они выделяются вместе с тем как я заношу данные перебираю данные у меня сразу выделяется объект теперь я введу марку для категории и мне сразу присвоится марка к всем подобным элементам она присваивается к типоразмеру находится в свойствах типоразмера а маркировка находится свойствах идентичного объекта одного а марка с 3 находится внутри типоразмера также вы могли брать любые другие данные там а не стойкость и так далее все что внесено указывает цену все что вам необходимо для расчета для таблицы любимым параметры можно пользоваться плюс конечно можно создать свои так у нас видимость появилась в диспетчере проектов потому что это такой же вид полноценно как и все остальные здесь мы можем с ней провести некие манипуляции то есть мы можем допустим сделать так что отопрошаться будут только все с 1 то есть отфильтровать фильтре вы указываете как будет и что у вас фильтроваться то есть каждый из 2 будет с 2 можете сделать допустим так чтобы у вас фильтровалось только название с то есть сейчас создадим какой-то другой тип который будет там т он будет вас не будет виден для этого мы с вами сейчас сделаем по-другому выберем пункт содержит напишем sdf все что будет написано sdf будет в таблице все что не будет в sdf не будет таблица это мы один элемент откопируем и создадим новый тип назовем его который маркировка будет t1 но как вы видите этого элемента таблицы нет хотя он имеется в модели это всего лишь один из способов фильтрации можете фильтровать на самом деле любые параметры с любыми значениями можете создать группу фильтров то есть чтобы у вас что-то входило что-то не входило таких фильтров вам доступно четыре эти мы брали фильтрацию t1 появились спецификации так же сортировка сортировка указывают она влияет на несколько параметров во первых с каким порядком будут находиться ваши элементы то есть мы сейчас сортировали по маркировке у нас все элементы выстроились от 0 до и какого-то значения то есть мы где-то не ввели поэтому то по сути но вот мы также можем от сортировать по допустим типу также можем убрать галочку для каждого экземпляра то есть у нас таблицы будут не все элементы то есть один-два-три-четыре-пять допустим какое-то их не количество общий только один но у нас сейчас сортировка идет по марке то есть то что было не введено у нас объединилась там и было три стола стал один а то что у нас было с номерами тут этого нету если мы берем вообще сортировку то таблица будет пустая покажет просто там количество если мы поставим маркировку по типоразмеру у нас упомянутся каждый тип отдельно с общим количеством и в итоге у нас еще написано общий того сколько всего этих элементов марка в данном случае не действует потому что сортировка идет не по марке вот видите то же самое сортировка идет по марке суммирование идет общее но там где марка плане указано этого элемента в списке нету следующая идет оформленческая часть которая позволяет изменять внешний вид таблицы для начала можно поменять название в заголовке то есть поставить там допустим номер там написать нужно назначение ну пусть будет так и видно что все эти значения изменились также можно указать как будет располагаться столбцы то есть допустим выравнивали можно поставить что значение марки количество будет по центру а наименование будет от левого края это основные настройки которые позволяют создать внутри таблицы какие-то изменения в виде вкладочки мы можем изменить текст текст с 14 версии стал со стилями то есть вы можете сделать стиль для заголовка для шапки вот для текста данных и изменяя только один стиль будет меняться все остальные таблицы раньше указывался каждой таблицы внутри каждой таблицы были настройки текста то есть вам надо поставить текст размер и так далее сейчас это все сделано по стилям очень удобно рамка делается общая рамка галочку это чтобы было отделение мы ее брали нам нужно и соответственно получили вот такую таблицу в новой версии можно то есть в 2014 можно менять данные прямо здесь это очень удобно а также создавать в шапке дополнительные строки и столбцы создавая какую-то более интересную или нужную для вас шапку то есть это сейчас не относится к данным к сожалению в данных такого сделать нельзя и не сделать их строков которого можно было внести пустые значения тоже нельзя но хотя бы в шапку можно настроить можно указать размер объединить несколько указать размеры можно все выровнять чтобы было все точно красиво здесь сбивается пока не настолько в началом было данные настроить а потом уже верхнюю шапку все получилось столбцы все настроены можно дать допустим общее название шапки можно добавить еще что-нибудь несколько ячеек добавить строку добавить в общем фантазия может быть какая угодно можете сделать все что угодно далее настройка самой шапки это опять же большой большой минус то есть можно настроить только шапку то есть толщину каждой линии там вертикальный горизонтальный там непечатаемый то есть чтобы не видно было в данных пока такого сделать нельзя эта кнопка не активна к сожалению великому сожалению самый простой способ таблицы это выключить совсем рамки создать графическую семейство таблицы и чтобы она была красиво выглядела и потом сверху наложить одно на другое доставил старый старый способ как побеждать 9 таблицах для того чтобы настроить высоту шрифта необходимо создать какой-нибудь новый шрифт в котором будет все написано либо найти в интернете так мы упустили самый важный момент это перенос на лист то есть у меня есть лист какой-то либо его создал с нуля чтобы мне разместить любой вид будь это план таблицы любой 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 элемент нужно просто диспетчера проекта его перетащить на лист все крайне просто и получится вот у вас такая таблица визуально мы видим как она у нас выглядит на печати закрываем пока лист и немножко усложним нашу задачу так у нас с вами таблица в которой мы хотим отфильтровать бомб ради кита данные с учетом того в каком помещении находится наш с вами элемент для этого можем зайти вот таблицу в каждой таблице могут быть свои это окошко здесь могут быть разные запросы но в мебели вот есть допустим помещение в котором можно выбрать имя помещения или другие вы данные ну в данном случае нужно имя но таблицы но нам не нужно чтобы она отображалась и печаталась вот для этого мы его можем скрыть для начала дадим какие-нибудь названия то есть имея название помещений мы сможем с вами как-то с ними работать то есть назовем просто пример пример один пример два вот они у нас с вами есть так и можно их отключить то есть выбрать этот пункт в таблице и меня здесь нажать галочку скрыть поле окей это таблица у нас но этого столбца у нас в нибудь но зато мы можем им пользоваться в сортировке либо фильтрация то есть если мы возьмем допустим фильтрация то же самое имя выберем какое-то помещение допустим помещение 1 то у нас а во-первых не будет этого пункта б с таблицы будет указана только столы находящиеся в помещении 1 выберем помещение 3 соответственно у нас с вами столы будут только из помещения 3 но и во втором помещении то же самое мы также можем сортировать по помещению то есть допустим сделать так чтобы у нас было написано из какого помещения в каком помещении сколько элементов то есть выставим сортировку помещения и включим чтобы под каждым типом отображалась количество то есть у нас сейчас таблица разделилась на пустые такие строчки в которых у нас указывается что это помещение 1 это помещение 2 это помещение 3 и у них такое-то количество всего в помещении если отсортируем по марки то у нас будут отображаться все элементы какие есть можно добавить надпись отображали самих помещений и в пункте количество поставить вычислять итоги что под каждым этим значением писалось сколько всего в этой группе все на самом деле очень просто со временем привыкните к таблицам будете с ними работать есть помимо таблиц еще графические но они как правило не нужны и материалы материалы совершенно отдельная таблица и совместить какие-то элементы с материалами нельзя это у нас 2 отдельные таблицы также есть примечание список листов список видов но мы с вами создадим простенькую таблицу еще одну чтобы посмотреть как она работает на материалах то есть мы возьмем стену новую конструкцию у нас уже есть стены правда ни одного типа одного материала добавим из материалов данные которые нам необходимы то есть имя, объем, площадь и комментарии хочу сразу обратить внимание что площадь я так скажу что может некорректно считаться поэтому если вы будете считать площадь отдельно хотите вам нужно точное там в интерьере еще как-то красьте вручную площадь тогда будете получать более точные данные по площади стен а так брать всю площадь стен ну сомневаюсь что он очень точно считает объем точно считает итак делаем сортировку по имени берем для каждого экземпляра то есть сколько у нас всего этого материала поставим галочку впислять итоги объема и площади то есть сейчас они у нас с вами написаны до этого они не писались и в самом проекте поменяем типы стен на те в которых есть несколько материалов как мы видим все считается мгновенно данные добавляются обновляются и все у нас с вами посчитано все берется из каждого типа сколько, чего и где опять же можно настроить их отображение то есть у нас сейчас площадь написана во-первых не с округлением и сзади нам надо чтобы стоял метр квадратный то есть если мы сейчас напишем что у нас округление двух знаков десятично и в конце будет еще стоять метр кубический метр квадратный окей мы видим с вами что таблица у нас полностью красиво оформлена пробуйте разбирайтесь на самом деле они очень легко работают чтобы вы не сможете демонстрируйте но не демонстрируйте что сейчас демонстрируйте все у